Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы приветствуем вас из района Плявники. Не буду скрывать, это мой родной район, поэтому мне очень приятно здесь находиться и вести эту съемку. Мне вдвойне приятно из-за того, что я давно знаю Ванду, и она действительно смогла преобразить свой дом. Но дадим слово Ванде, пусть она представится сама. Меня зовут Ванда Иванова, я являюсь старшей по дому по адресу Руден-6, Плявники. Как давно ты являешься уже старшей? Старшей по дому я являюсь уже 3 года. За этот приличный срок явно тебе удалось сделать не одну работу по улучшению? Да, мы сделали довольно-таки много. Мы начали ремонт стейков, что нужно было сделать уже давно. Мы подали документы на уменьшение земельного участка, сделали довольно-таки хороший ремонт лифтов. Ну и еще много-много всего по мелочи, перечислять будет долго. То есть, скажем так, это главные вехи твоей истории сотрудничества с домом, правильно? Но здесь, мне кажется, для зрителей нужно уточнить. Вот работа со стояками, по-моему, это маленький подвиг. Да. Вы же меняли поэтапно, по подъездам. Да, и поэтапно по подъездам, и приходилось менять аварийно. Когда была аварийная ситуация, фирма приезжала, фирма делала этаж сверху-снизу, и откладывали на дальше. И нам очень повезло с фирмой. Они очень хорошо работают. И входит в наше положение, что у нас иногда бывает мало денег, чтобы им заплатить сразу. И они дают нам возможность оплатить чуть позже. Скажи, ты готова перед зрителями, во всеуслышании, поделиться вот такой, самые главные свои тайны? Как тебе удалось получить доступ в квартиры? Что ты сделала для этого? Честно говоря, это был очень долгий путь. Сначала, когда только это начиналось, были очень... Были и скандалы с жильцами. Были долгие разговоры. Мы не хотим, у нас ремонт, у нас все хорошо и так далее. В принципе, помогла одна ситуация. У нас прорвало канализацию на девятом этаже, и до четвертого этажа стекали фекалии. В этот момент жильцы сразу поняли, что на ремонт без разницы, что время есть, сила есть, и они на все готовы. Первый стояк у нас шел с трудом. Это было тяжело. Мы не знали, как что пойдет. Были не готовы ни я, ни жильцы. Было много сложностей. Но, когда мы его закончили, ко мне начал подходить один сосед, а у нас когда? А у нас когда? А мы тоже хотим. А у нас когда? То есть, дальше пошло по инерции, люди увидели примеры, в общем-то, боясь рисков. Это привело к желаемому результату. Да, потому что, если бы я ходила просто уговаривала, это бы растянулось еще на более долгий срок. Хорошо. Есть проделанная работа, но явно это не все, что нужно дома. Тем более, каждый год, наверное, всплывают какие-то новые проблемы, потребности, и ты ими занимаешься. Вот что у тебя в планах на ближайший год или несколько лет? На ближайшие несколько лет планов, конечно, очень много. Хотелось бы доделать стояки, но стояки так быстро доделать не получится, потому что это где-то 80 тысяч евро. Это накопление, которое делается не так быстро, конечно. Да, накопление делается не так быстро, поэтому это растянется на несколько лет. Но, возможно, нам удастся договориться, и нам сделают это в рассрочку. То есть у вас уже будет продукт, и вы постепенно будете, конечно же, выплачивать необходимую сумму. Плюс у нас жильцы согласились на увеличение накоплений, то есть они увидели, что пошел процесс, что пошли ремонты, и что деньги действительно тратятся на нужные дела. И, в принципе, возможно, если мы сделаем все стояки, жильцы согласятся на увеличение еще одно, и мы тогда быстрее расплатимся. Это просто замечательно. Мне кажется, что мало каким домам в Риге действительно удавалось пройти от и до, и я надеюсь, что вы действительно его пройдете до самого конца, этот процесс. Но расскажи нам еще побольше про поддержание вот такого ежедневного порядка, потому что у вас же тоже все нестандартно. Это делает не дворник домоуправления, а... Да, это делаю я. Так уж получилось, что мы, когда перешли в новую управляющую компанию, в первый день получилось так, что дворник просто не вышел. И я понимаю, что у меня мусор, я звоню в управляющую компанию, говорю, ребят, давайте сегодня выйду я, а потом мы разберемся. И я задержалась на полгода. Ну, так получилось. Ничего себе замещение! Ну, в этом есть и большой плюс. Я знаю, из чего состоит работа дворника. Я знаю все вот эти аспекты, нюансы и прочее, да. И поэтому сейчас мы с сентября собираемся искать нового дворника, и я уже понимаю, какой объем работы ему нужно назначить, и я уже понимаю, сколько нужно за это платить. Скажем так, этот рынок, все его нюансы ты уже раскусила благодаря собственной работе и собственному опыту. Да, я проверила на себе. Ну, из своего рассказа все складывается довольно гладко, но, наверное, есть и определенные трудности. Ну, вот как простыеки. Вначале не все осознавали, зачем им это нужно. А сейчас встречаешься ли ты с какими-то проблемами, препятствиями в ежедневной работе? Препятствия, они есть, они будут всегда, потому что, во-первых, не все жильцы принимают то, что я делаю, да. То есть, если большинство, оно на моей стороне, есть жильцы, которые все-таки против. Но мы стараемся сотрудничать, искать варианты выходов, чтобы устраивало и меня, и их. Но сил, конечно, этого отнимает много. Ну, я смотрю, что ты не сдаешься. То есть, это не значит, что ты спасуешь и не будешь этим дальше заниматься. Да, я дружусь. Слушай, ну, такой человек активный, у тебя очень много идей, ты развиваешь свой дом, ты работаешь с людьми. Я уверена, что ты знаешь, чего не хватает в районе. То есть, в Плябниках, может быть, не во всех, а конкретно в этом квартале. Чего бы хотелось видеть тебе и твоим соседям? Лично мне хотелось бы видеть детскую площадку. Лежащая детская площадка у нас, по большому счету, в Березовой Роща. И у меня трое детей, и, честно говоря, ходить туда каждый день, ну, это неудобно. Поэтому мы, в принципе, планируем, я не знаю, когда у нас получится это сделать, но у нас довольно-таки большая территория дома, и мы хотим ее облагородить. Территория дома у нас делится с соседним домом, то есть, получается, большой квадрат, поделенный напополам. Половина их, половина наша. И вы планируете его использовать рационально вместе? Да, мы планируем объединиться двумя домами, поставить забор и обустроить эту территорию. То есть, детскую площадку, посадить цветы, я не знаю, сделать какую-то зону для шашлыков, если это будет разрешено, да, и использовать эту землю по назначению. Классный план. Ну, надеюсь, получится. Но это, опять же, наверное, не ближайший год, потому что сначала вы отселяетесь с теми работами. Да, сначала, конечно, стояки, в первую очередь. Это все-таки приоритет, это безопасность, как уже стало ясно. Хорошо, переходим от дома к району, от района к городу. Что можешь предложить городу? Чего не хватает? Честно говоря, я бы, наверное, сказала так, не хватает в какой-то степени дружелюбия, если можно так выразиться. То есть, если в центре города постоянно происходят какие-то мероприятия, какие-то увеселительные, развлекательные, да, то в районе все довольно-таки тихо и скучно. Хотелось бы, чтобы те же туристы знали не только вот наш старый красивый город, да, но и здесь у нас тоже есть интересные места, и, возможно, это вот как-то тоже использовать. В какой-то мере эта застройка тоже весьма-весьма интересна. Такого крупнопанельного жилья у нас много, а в других, собственно, городах его нету, есть на что посмотреть. Не говоря, уже та же самая природа, роща, наша новая горка и много-много чего другого. Ну, хорошо, проснулась ты, например, завтра утром и стала ты вандом-мэром. Вот что самое первое ты сделаешь? Честно говоря, я бы организовала не просто курсы старших по дому бесплатные, я бы сделала это на более профессиональном уровне. То есть вот есть вот эти категории, которые получают управляющие, да, я бы сделала эти курсы бесплатными, чтобы люди понимали, что это их дом. Они должны в первую очередь быть заинтересованы в этом доме, в его сохранении и так далее. То есть домоуправление – это, конечно, хорошо, но в первую очередь должны быть жильцы заинтересованы этим домом, и жильцы должны разбираться, из чего состоит дом, какие нюансы там введения счетов и прочее-прочее, да, потому что я облазила все чердаки, я облазила все подвалы, я знаю все в этом доме от и до. Меня ненавидят сантехники, меня ненавидят лифтеры, потому что я постоянно задаю кучу вопросов. А как работает это, а как работает что? Каждый раз ты учишься, понятное дело. Да, да, я учусь, а многие жильцы, они почему-то считают, что как бы это сделает кто-то другой, но без нас. Я посижу дома, я делать ничего не буду, она сама по себе решится. То есть работать над благополучной и приятной себе средой никто не хочет. Нужно, чтобы кто-то мотивировал, правда же? Да, то есть если будет доступно бесплатное вот это обучение, я бы сориентировалась вот именно на этом. Потому что все-таки жилищный фонд у нас большой, и он стареет. И его надо чинить. К сожалению, когда моложе он не становится у нас. Да, его надо чинить. Поэтому это, наверное, это. Раз уж мы заговорили о мотивации, я думаю, что у тебя есть либо слоган, либо может быть какая-то мысль, с которой ты просыпаешься, и тебе легче работать и двигаться к своей цели. Вот, пожалуйста, поделись этой мыслью, этой догмой с нашими зрителями, потому что, может быть, кому-то это тоже поможет выйти, изучить свой двор, изучить свой дом и действительно заняться полезной работой. Ну, я сделала маленькое отступление, как я вообще стала старшей по дому, и почему это началось. Сидели мы как-то вечером с подругой и обсуждали дела дома. Она в тот момент была дворником, и я говорю, Хать, ну, смотри, вот это плохо, то плохо, все плохо. Так можно же исправить. И сходи на курсы, тетя дворница, тебя знают жильцы, тебя выберут. Ой, да нет, это невозможно. Я говорю, спорим? Так поспорила на свою голову. То есть три года, и я втянулась, я действительно поняла, что вот это мое. И я вижу, что у меня получается это делать. Поэтому слоган, ну, наверное, это будет звучать так, не знаю, как бы... Если тебе что-то не нравится, возьми и исправь это. То есть это можно исправить. Иди и делай. Иди в нужном направлении. Ну, мне кажется, что правильней, короче и четче просто высказаться нельзя. Ванда, большое тебе спасибо. Я знаю, что у тебя плотный график. Ты нашла для нас этот вечер. Пусть он дождливый, но, по-моему, наш разговор удался. И огромное-огромное тебе спасибо. Пусть впредь твоему дому везет. Все получается. Он становится красивее и красивее каждый день. Спасибо, дорогие зрители. И надеюсь, что вы включите наш следующий выпуск, потому что этот вам понравился. Да он просто не мог вам не понравиться, я уверена. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok